Этого ремонта в школе искусств Фокина ждали многие дети, родители, педагоги. С 1956 года школа располагается в здании, которое является достопримечательностью города и признано одним из самых красивых. С момента постройки оно ни разу не видело капитального ремонта. Школа сильно обветшала. Дренажная и ливневая системы были просто в катастрофическом состоянии. В результате вот таких вот сильных ливневых дождей, вот как сейчас вот в этот период, стало происходить подтопление подвальных помещений, зала, проседание пола в фойе первого этажа. И, конечно же, вот на этот период, начиная, может быть, июнь, июль, август, и, может быть, и даже сентябрь, приходилось прекращать занятия в зале, в концертном зале. В этом году школа попала в фокус внимания краевых властей. По программе развития культуры Приморского края ей выделили деньги на ремонт. Первое, на что обратили внимание, это вводы-отведения. Помогли городские власти. Сделали экспертизу, сделали хороший проект, полностью привели гидроизоляцию снаружи. Сделали вводы-отведения, чтобы вода уходила сразу в общую систему. Сегодня уже заасфальтировали территорию рядом со школой и начали внутренний ремонт. В зале нужно заменить деревянный пол, сделать его на цементной стяжке с гидроизоляцией. Установить потолок, акустические панели. Ремонт идёт быстрыми темпами. Строители обещают закончить уже в конце этой недели. Ольга Сомкина, Екатерина Приписного, Панорама.